доброе утро уважаемые зрители сегодняшняя тема обман науки наука это значит строится на измерениях и что у нас идет в измерениях итак начинаем ньютон производная единица исходя из второго закона ньютона она определяется как сила изменяющая за одну секунду скорость тела массой один килограмм на один метр в секунду в квадрате в направлении действия силы таким образом один ньютон равен один килограмм помножить на метр и поделенное все на секунду в квадрате разберем это измерение ньютон один килограмм чего это не указано ньютон этого не указал мы понимаем что один килограмм пуха или ваты имеет другую силу чем один килограмм металла то есть не учитываются свойства тела а как померить если не учитываются свойства тела если все тела разные имеют разные свойства а допустим один килограмм воды какую он имеет энергию или один килограмм воздуха какую имеет силу и энергию это абсолютно разное понятие металл или килограмм воздуха килограмм вата килограмм пуха килограмм воды а он все смешал вместе вода может просто разлиться то есть энергии будет мало в ней при взаимодействии с телом смотря как она находится где никакую энергию не не даст вообще воздух может просто так же самое остановиться разлететься смотря на какое тело он окажет энергию то есть воздух допустим ветер дует ну там не килограммы а там его значит объемы то есть как-то померить или будет не ветер дуть допустим на ветряк а будет дуть килограмм металла вот постоянно будет представляете какая-то будет сила в тысячи раз больше чем будет ветер дуть все разлетится вообще пух и прах опять обман то есть измерять на ньютона нельзя также возьмем и следующее потому что килограмм чего не указан а любой килограмм имеет разные свойства там и деформация идет и пружинит оно и там мягко и так далее то есть не учитывается плотность материала плотность не учитывается скорость не учитывается а просто килограмм и учит и еще метр опять же что такое метр килограмм нужно метр один метр воздуха одна сила один метр воды другая сила 1 метр чугуна третья сила все имеет разные свойства соответственно разную энергию и разную силу и плюс еще от нагрева зависит при нагреве другая сила идет как же вот этим можно законом ньютона это все считать то есть опять не сходится и остается одна секунда в квадрате по этой формуле но секунда в квадрате то секунда опять тут врут как может быть секунда в квадрате это и так и секунда остается они написали секунда в квадрате написали бы 5 секунд в квадрате все понятно было а то секунда в квадрате тоже чушь чтоб запут людей потому что из арифметики известно секунда это всегда секунда один на один один в любой степени будет один хоть в сотой степени хоть в квадрате хоть где все равно один то есть закон этот ложный по нему считать ничего нельзя мне могут возразить а ведь машины ездят самолеты летают самолеты летают и машины бьются и самолеты бьются но изведем потому что не точные расчеты и кроме того вот эти даже которые летают и ездят их изготовляли путем проб и ошибок путем тыка изготовляя макеты то есть уменьшенные копии потом собирали большую опять проводили испытания а зачем же это делать и тратить время и средства если законы ньютона как нам говорят точные то этого делать не нужно рассчитал по закону ньютона и собрал а у него ничего не сходится поэтому и делают что законы не сходятся ложные что касается остальных измерений возьму измерения электричество вольт ампер и ватт зачитаю вам что это такое вы поймете что они также ложные ампер есть сила неизменяющего тока который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения расположенном в вакууме на расстоянии один метр один от другого вызваловую на каждом участке проводника длиной один метр силу взаимодействия равную 2 на 10 минус 7 ньютона то есть ньютон а ньютон мы разобрали что это ложь и опять таки бесконечно мало длины ничтожной малой площади это же чушь нету ничтожно малой должна быть цифра какой малой то есть это же они меряют сил как можно мерить и когда не обозначить цифру и опять же все приходит к ньютону а с ньютоном мы разобрали что это ньютон не указано свойства плотность и свойства вещества поэтому имея разную плотность и разные свойства вещество дает разную силу несмотря на вес свой даже возьмите человек имеет вес 150 килограмм квашня ну жирный по ньютону он должен иметь силу огромную а подходит к нему парень такой допустим занимается там карате у него вес 70 килограмм и он его раз и свалил с ног с одного удара вот и потому что сила раз сила то разная а это не учитывается то есть ампер это тоже ложь как же меряют силу тока если через ньютон и через еще пишут значит ничтожно малый какой ничтожно малый конкретно конкретно назовите ничтожно малый кругового поперечного сечка может быть круговое поперечное сечение тоже чушь расположены вакууме они у нас вакуум на земле мы еще в вакууме живем полная чушь дальше вольт также равен электрическому напряжению вызывающему в электрической степи постоянный ток силой в 1 ампер при мощности 1 ватт а 1 ампер это 2 на 10 минус 7 ньютона то есть вольт и я равен значит 1 ампер вольт равен 1 амперу то есть опять 2 на 10 минус 7 степени при мощности 1 ватт какой мощности силой мощности одно и то же опять путают но и опять же все сводится к ньютону а ньютон как мы разобрали это ложь он не учитывает а что такое ватт 1 ватт определяется как мощность при которой за одну секунду времени совершается работа в один джоуль а что такое джоуль джоуль равен одному ньютону опять же тот же самый ньютон то есть все у них равно ньютоному все у них все определения равны ньютону вольт ампер ватт джоуль все равно ньютону но ньютон сам неправильно определен не учитывается не это плотность вещества не учитывается вес вещества не учитывается чего метр не учитывается свойства вещества то есть а у них все равно ньютон то есть это же чушь таким образом и джоуль равен одному ньютону. В электричестве джоул означает работу, которая совершает электрические силы поля за одну секунду. Напряжение 1 вольт. Это же чушь. Всё равно ньютону. А чему равен ньютону никто не знает. Названия разные все. Вольт, ампер, ватт, джоуль. А всё это равно ньютону. А ньютон равен 1 килограмм повнулись на метр и разделён на секунду. Но чего килограмм не указано? То есть ньютон равен ничему. Потому что килограмм должен быть свойство. Если не указано свойство, как мы можем считать? У нас указан килограмм. Килограмм чего? Или килограмм дерьма посчитал? И килограмм железа посчитал? Свойства-то разные. Значит ньютона как такового нету, не существует. То есть это обман опять. Как видите, всё опять сводится к ньютону. А ньютон, как мы разобрали, учителяется при помощи ньютонов. То есть всё равно ньютону. А ньютон равен ньютону. Один килограмм на метр. А какой килограмм? Килограмм чего? Не указано. Метр чего? Не указано. Ни свойств нету. Вот. Ни плотности. Ни это самого... Никакое вещество горячих... То есть ньютона нету. Килограмм... Килограмм это мера. Она должна указана. Килограмм чего? Есть эталон килограмма, да? А здесь не указано. Килограмм чего? То есть это годится килограмм для взвешивания. Но не для определения силы. И не определения напряжения. Не определения, как они определяют. Килограмм берётся для взвешивания. Они определяют и силу. И силу тока амперы. И мощность ваты. И всё у них и килограмм на метр. А что... Какой метр? Тоже не определено. То есть всё это чушь. Килограмм не определено. Значит закон ньютона ложный. То есть это не наука, а просто одурманивание людей и кувание бабла. Получение нобелевских премий. То есть это бизнес. А бизнес воровство. А воровство это обман. Поэтому считать надо. Всё пересчитывать. Всё переделывать. И считать надо. Сейчас пока нету никакого счёта. То есть формул нету нормальных. Значит считайте путём проведения опытов. И записывайте проведение опыта. А потом, когда эти опыты будут проводиться уже в большом количестве. Не согласуйтесь с законами. Не по законам. А просто записывайте свойства. Записывайте температуру. Что можно записывать? Записывайте плотность. И что при каких свойствах выходит? Вот тогда вы только можете посчитать. Правильно. То есть считать надо сейчас только путём опытов. А вся наука это ньютон. А ньютон мы разобрали это ложь. На этом всё заканчиваю. Всего доброго. До свидания.